Всем привет! Путешествуем по Венгрии. В этот раз хотел бы вам показать музей марципанов. В 1994 году в пригороде Будапешта недалеко, где-то порядка часа езды, город Сентендра, вот так он называется. И в этом городе был образован в 1994 году музей марципанов. Образовал кондитер Карл Сабо. Что такое марципан? Марципан это дословно от итальянского хлеб-мата. Это кондитерское изделие, измельченный миндаль, смешанный с сахарным сиропом или сахарной пудрой. Вот собственно говоря и все. Получается масса, из которой уже делают, что только не делают. В этом музее, он расположен на маленькой красивой улочке двухэтажной. Внизу находится кондитерская, а сверху находится музей. Вот в кондитерской делают различные марципановские изделия, но очень вкусные, поверьте. Вот, а на втором этаже находится музей. Вот собственно говоря и все, вот смотрите, вот все то, что вы здесь видите на втором этаже, вот это второй этаж этого музея, это все сделано из марципана. Я же потрясающе. Нет слов. Еще тут вот какая история. Очень интересная история, я бы сказал, становления вот этого кондитера Карл Сабо. Его дядя родился на территории Трансильвании. И по одной из теорий, по одной из легенд, вы же знаете, что на территории Трансильвании жил граф Дракула. Граф Дракула очень любил марципаны. Ему однажды принесли плохой марципан. Он расстроился и начал пить кровь людей. Такая вот веденящая душу в стуле. Так вот, в 1944 году, спасаясь от нищеты, он перебрался в Австрию. В 1953 году решил обвести благополучие и перебрался в Ливан. Почему непонятно тоже. Арабское государство Ливана, в Бейрути. В Бейрути научился искусству марципанов. После этого, через некоторое время, он опять возвращается на территорию Австрии в городе Пулберг. Основывает собственную кондитерскую по изготовлению марципанов. Помог случай, по телевизору шел какой-то мультфильм. И этот вот Карасабо решил сделать скульптуру каких-то мультяшных персонажей. Вот, ну, пошла малова, малова пошла, бау-бу-бу-бу, и он стал таким очень известным человеком. У него была там своя кондитерская, он сделал там музей марципана. Но в 1985 году у него умирает жена. Он вторично женился на Венгерки и переезжает обратно на венгерскую столицу. И в пригороде венгерской столицы Будапешт делает вот такую кондитерскую, красивую, которая открыта постоянно. Постоянно там куча народов, все ходят, смотрят. Популярная среди россиян, популярная среди туристов. Там можно не только посмотреть, но и купить. Вот примерно такая история. Все, всем пока, всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok